Привет, народ! И мы с вами подходим к концу потрясающей истории Алекса Хантера. Её потрясающество можно оценить, наверное, на миллион из десяти... Минус миллион... Ладно. Ребята, подписаны на мои социальные сети, там группа ВКонтакте, там всякие инфа о новинках, ребята, какие я буду проходить и так далее. Это практически все. Мы ждём Мафию 3. Правда, ждёте Мафию 3? Можете написать в комментариях. Это не как бы литерический вопрос, ждёте вы или нет, вы можете реально ответить. Так, внизу. Есть люди, которые не ждут Мафию 3? Вот это сложный вопрос. Есть такие люди? Потому что, не знаю, кого я не смотрю. Те, кто играют в игры довольно регулярно, говорят мне вообще, что... А что выходит в октябре? Только Мафия 3. Больше ничего не знаю. В шоке, кстати. Вот это реально временами шокирует, а геймеры вроде не знают, какие новинки. О, смотри, что это? Что это? Алекса, что это? Ой, лол. Писло. А, нет, нормально. Это что? Мне ФАД дали? Поздравляю моего клиента с попадая в команду недели. ФАД. Что это было сейчас? Позже попадая в команду недели. Я в команду недели? Папа. А тут популярно. Типа, да, ФАД. У Александра всё лучше складывается. Сегодня у нас вот это вот. И у Гарта Уокера покинул команду, а также чувствую себя в ней некомфортно. Ещё это конфликт с Алексом Ханкинвер Лига через день. Вот это вот. Ну что же, ребят, награда ФАД. У нас теперь есть своя, то есть, видите. Осталось немножко, кстати. Набор игроков в аренду ты. Западить возврат из аренды. Во время вашего путешествия будете получать наград. Вы можете улучшить команду FIFA Ultimate Team. Осталось ещё две, на самом деле. Так что история не закончена, но, видите, мы получили с вами награду. А это круто. Награды я люблю. Мы играем с командой Crystal Palace, в которой я так и не побывал. Как было время, нам 200 тысяч подписчиков бы набрать. Давайте попробуем вот сейчас, во время интервью и прочих разговоров, быть погорячее, чтобы подписчиков набить до 200 тысяч. Потому что если будем погорячее, это сразу плюс 5 тысяч, так что нормально. Он уже меня обошёл. В Лондоне Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть футбол вместе с вами. Сегодня у Вестхэм встречается с Crystal Palace. Ну, круто. Игра провисает, мне кажется. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно. И от его исхода зависит очень много. Ну, мне нечего... Кто получит кубу фемер-лиги, например. Подождать ещё чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Ууу. Правда, это жара такая, что затаит дыхание. iHotel Group. Не знаю такое. Команды начинают эту игру. Ну, блин, ну, сколько можно лагать? Что с моим долбокомпутером? А вот играл бы на консолье, да, в Днии. Не, по-моему, я консоль еще. Да, но я шучу. Ну, реально, просто не знаю, сколько играл на консоли, всегда все хорошо работает. На компьютере как не поиграть, то лаги, то еще что-то. Компьютер вот собирал за 100 кайс, все равно все плохо. Именно поэтому люблю консоль. Потому что консоль купил, играешься, получаешь кайф какой-то. То есть я просто, понимаете, для меня графика вообще не важна. Для меня главное, чтобы я сел, и мне кайфово было. Я хочу расслабляться, отдыхать за игрой, а не превращать игру, скажем так, в какой-то техно-разбор. То есть есть люди, которые заморачиваются с железом. Я не люблю, я хочу, чтобы вставил и работал. К тому же, когда ты столько оплачиваешь, понимаешь? Это как в частной больнице. То есть ты пришел, типа ты платишь там какие-то огромные деньги, и ты хочешь, чтобы все было круто. По сути, точнее, но если у вас играл, как-то будет писать точнее. Эй, 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 дай! Знаете, как в дворе бегаешь, типа у тебя отняли завтрак, и ты такой, ааа, я поймаю тебя. Так весело, Андре Аю, пожалуйста, хватит лагать. Вот это да, отличный перехват. Ну и с кайфом от игры не ломаешь. Видимо, это испытание какое-то, то есть, типа, чтобы сложнее играть было? Наши игроки лажать стали ужасно. Причем так хорошо отобрали. Ребята, сюда, сюда, венч! У-у-у, не-не-не, это было уни. Что-то у меня такое ощущение, что с Crystal Palace у нас будет короткая история. Под названием 0-0. Ну, не знаю, они просто очень хорошо играют. Он прям мощный так. Но мы на уровне, так знаешь. Он хорошо себя проявил, запомнился эффективной и местами даже эффектной игрой. И сейчас он в состоянии помочь своему родному клубу, который вылетел из Кубка чемпиона. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Выйти из Кубка? Ну, блин, если бы мы... Если бы я хорошо сыграл, мы бы ей в руку попали, на самом деле, что было бы очень круто. А не просто там в кучу матчей, каких-то левых, непонятно. У-у, чужие ворота в другой стороне. Нет, ну хватит мне рассказывать про то, что они в другой стороне. Это может быть опасно. Чувак, ты успеешь! Данька! Или кто там? Нет, не будет углового. Судья на линии показывает, что мяч ушел в аут. Бросил сразу, как только мяч попал к нему в руки. Защитник хорошо... Ребят, ну попытайтесь! Что-то, ребят, ну мы могли бы сейчас... Я из-за, почему мяч в небо перехватил? Сейчас пробежал просто на скорость. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Я, я... Отличный рывок Алекса Хантера. Вот это удар! У-у-у! Вот это вот! Выбивает мяч защитник. Это стыд. Очень стыд. Это стыд. Можно было получше мячом распорядить. Занос и говорить чисто не могу, забивается. Мой клапан! И поэтому, получается, приходится помолчать. Вообще, это дико странный комментарий, что... Как ты много говоришь, а как надо играть, ну не знаю, на запись? То есть, он же сидит молча, я знаю, что вообще молчат. Брят, просто привет, народ! Сегодня мы играем в фифу. Нет, интересная задумка, но исполнение не тут. Ну, типа, это... Мой комментарий, как автор, прошло 40 минут. Из-за этой атаки может получиться... Все, игра... Все, спасибо за просмотр, пока. Вот при таком, я видел такие видосы, меня не нравится. Я что-то скучал. Ну, так все грамотно было сделано. Ну, так все грамотно, но играл, конечно, Ганут, да. Ну, грамотно-то было. Ну, по счастью, и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. На пару решили разыграть эту комбинацию. Да? Хантер! Опасно, опасно. У-у-у, нет, все, все. Мы мяч проворонили. Провафлили. Мне все-то постоянно спрашивают насчет Воронина. Смотришь ли ты их? Почему Воронина такой сериал важный, не знаю. Наверное, для русскоязычного зрителя. Почему такой важный сериал? Мне он не нравится. Ну, не знаю, я не люблю такие сериалы. Это просто положено на ситком, типа, «Моя прекрасная нянь». То есть, у того же уровня. Твой простенький, без черных шуток даже. То есть, это ситком, я бы сказал, какой-то 12 плюс такой. Мне это немножко не нравится. Мне кажется, немножко не надоело. Потому что я в детстве таких симптомов, когда болел часто, там, простудой зимой, смотрел очень часто такие ситкомы. И поэтому для меня Воронина – это как пройденный этап. То есть, они для меня выглядят как счастливы вместе, как все ситкомы с СТС. СТС вообще очень похожие ситкомы. ТНД вот умеет. Она умеет делать похоже, но при этом отличаешься. Будто что Реведия молодцы, они умеют. Они поняли, в чем фишка. Они поняли, что нужно брать пацанов, и не только пацанов из 90-х, и эту тему развивать. Они поняли, что это заходит вот с Визруком. Например, поэтому сериал Ольга-то, в принципе, и вышел. Просто ТНТ как бы поняли, где золотая жила, и где можно доить корову. И как можно привлечь зрителей. Ну и к тому же, они на Рутубе публикуют все серии. Это тоже, мне кажется, очень правильный шаг, потому что многие смотрят в интернете, многие хотят... Так просто зашел, как на YouTube, на такой же простенький сайт, и посмотрел. Никому не многим хочется врубать телевизор и так далее. У кого-то телевизор вообще не работает. У меня, например, тут телевизор почти не работает, и с антенной, потому что проблема с кабельным. Я не заморачиваюсь пока что, но может стоит, потому что... Я считаю, что, блин, есть интернет с большой пропускной способностью. Зачем тебе телевизор? Запускаешь любое, скажем так, кинцо, которое тебе надо, и смотришь. Поэтому телевизор я не смотрю вообще, не считаю нужным. Если есть интернет, зачем тебе телевизор? То есть, получается, из интернет очень ограниченная сейчас вещь, потому что у тебя всего какой-то сет определенной телепрограммы, ты только можешь их смотреть. Даже если у тебя миллион там каналов, все равно ты ограничен. Что здорово, я вижу, как все зависло. Опасно? Не, вообще никак, по-моему. По-моему, вообще никак. Вообще никак. Пульниками мяч сюда, Педро. Спасибо, что сказал. Как я и сказал, мы в 0-0, может, сыграем. Мне очень кажется, это вероятно. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ну, блин, ну что ты мяч-то послал, я не просил. Придурки. Я не просил. Очередная потеря. Ну, сейчас, когда я прошу, они мне не пуляют. Хотя можно вполне было бы пульнуть, пасануть, и нормально бы было. Давай сюда. Боже мой. Ну, блин, ну очевидно же, что пока мяч-то летит. Команда Crystal Palace придет и отобьет его. Ну, очевидно же. Ну, это, понятно, даже мне. Тупорылый обезьяне. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Извини, считайся, это как раздражает. Просто реально это застражает, что, понимаешь, даже мне это понятно, но при этом игре это непонятно. Типа не... Ой, 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 прижали. Сейчас, пасануть! Ой, нет, он не успел понять, я просто понял, что я этот гол тут уже не забью. Поэтому, как бы, тут был бы нормальный. Чужие ворота в другой стороне. Вы что, ну, поставили, чужие ворота, я не понимаю. То есть, как, как бы, в те ворота гуляю, или я совсем слепой? Может получиться интересная атака. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно... Да можно из прицепа с нормой. Представится ли им еще... Вот этот был красивый, если забить. Так, не, а мы в 0-0 сыграем. Прям игра такая, конечно, напряженная, но мы в 0-0. Пошли последние 15 минут. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет звездка арбитра игрок. Стоит на кромке... Ай! Выбили у него мяч. Кому он достанется? Кому он достанется? Нам мы его пынем. Мне сюда, пожалуйста. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Ну, Алекс, ну кому-то отдал. Я направлял на нашего чувака. Ну, почему-то мяч улетел. Не совсем туда. Мы в 0-0 сыграем, ребята. Мы не забьем ничего здесь. Потому что наша команда придурки. И их команды слишком хороши. Георгхантер. Георгхантер. Пока неплохо. Тут очень нас зажали. Ну, блин. Ну так хорошо. Вот так хорошо сыграли. Вот так хорошо. Ну, сейчас, каяц, матч, что ты заменяешься? Не забьем. Хочется, игра так и закончилась. А, нет. Может, для вас наиболее сглаживание эти зависания. Хотя, вот, влево. Иди сюда. Атака остановлена, но кто получит мяч? Ну, блин, че он пуляет, именно когда передо мной вражеский игрок? Я не понимаю логики игры временами. То есть, в чем логика? Какой удар? Вероятное спасение. Нет, это было очень вероятное спасение, честно говоря. Не похоже сыграет на ноль. Помножу на ноль. Красиво сыграно, как эффектно. О, не получилось. Я думал, я сейчас успею мяч перехватить каким-то чудом. Чудо не произошло. Не, ноль. Все, как я сказал. Еще в игровом времени, еще полчаса назад, я сказал, что это будет в ноль. Поэтому... Какое у меня неоднозначное ощущение от этой игры. Что сказать? Вообще как-то великарно. Да, при таком разбросе в количестве голевых моментов не очень понятно, как у нас в итоге нарисовалась ничья. Исход должен быть совершенно другим. Они тут и рекламируют. Вы знаете, разработчики игры бы сейчас вышли на поле, мы бы играли с ними. Вот это было бы круто. Тебе нужно поработать над коротким передачей? Возможно. Возможно, нашей команде всей целиком стоит поработать над чем-то таким. А не пытаться играть, как-то, не знаю... Так, как они играли сегодня. Кино будет? Кино будет? Мне устраиваться поудобнее или нет? Так, Вестхэм и Пэлз разошлись в мир. Мне казалось, вот-вот выведет команду вперед. Ну, э, блин. Понимаешь, он хоть не в минус загнал. Мой-то рейтинг нормальный, по идее. Так, поработаем. Да, конечно. Эли Ронду у меня... О, смотри, голевые зато вытянул. Голевые я всегда умел, а Эрунду я всегда не умел, так что... Кстати, мне не понятно, откуда рейтинг стартовый-то поднялся. Помните, он был ниже, и потом взял и подскочил. Что самое странное. Дальше у нас будет с этим, как его, Челси. Вот. Ну-ка, че там такое? Заходи, Алекс. Можешь не садиться. Вопрос короткий. Не нужно сказать, это будет 1 минуту. Просто хотел поставить тебя в известность. Следующий матч Кубка Англии, будешь смотреть с трибун. Почему? Тебе, конечно, хотелось играть ни в чем похоже на матч Кубка Англии. Там дикие страсти. Мы ставим опытный состав, чтобы получше начать. Понимаешь? Все, что... Да. С трибуны, черт. Что-то, видимо, мне не доверяют. Видимо, они достаточно опытные. Ну да, видите, тут Челси, Арсенал. Это уже серьезно. Понимаете? Здесь уже это все серьезно. Челси все-таки это такое. А мы могли играть за Челси. Кстати, тренера, как я понимаю, не изменились бы. То есть, реально были бы те же тренера, было бы тоже все. Ну, я имею в виду, такие вот чуваки, с которыми мы говорим. Я в резерве здесь. Симулировать матч. Три-два. Смотри-ка, это хороший счет, достойный. При игре с Челси это очень достойно. Восемьдесят восемь тысяч, отлично. Дальше. Мы теперь играть-то будем? А, все. Через Манчестер-Сити. Ну, ладно. Манчестер так Манчестер. Обязан быть старте, это говорят болельщики. У нас все. Слава Смайлова с проигранным матчем. Может, стоит обратить внимание на молодых? Мне интересно, почему он называется Real Gas Water? Он что, беспокоит, что его плагиатить будут? Или это намек от разработчиков такой, что он, не знаю, за кипербезопасность? Я, Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич, рады приветствовать вас в стране родоначальницей футбола. Это Англия, дорогие друзья, премьер-лига вашему вниманию. Сегодня ваш ремь встречается с Манчестер-Сити. Самое время показать зубы. И не только зубы, можно штаны еще снять, жопу показать противника. Я так же в Battlefield, ребят, вы не можете, вот вы не поверите. Я буду в него много играть, поговорил с Rage, знаете, ютубер по имени Rage. Он такой взрослый парень, по-моему, лет 30. Бородатый такой, ну, довольно такой крупный, крупный парень. Серьезный очень. И я хотел с ним поиграть в Battlefield 1 вместе. Не только поиграть, но и обсудить, наверное, новую руку. А выйдет, все-таки он профессионал Battlefield, он разбирается, как бы он знающий человек. Я, скорее, такой любитель. И мне очень хотелось с ним поиграть. Вообще, я редко так кооплю, но интерес у меня коопом есть. Частенько скопится сложно, но вот я постараюсь. Я ему написал, он написал, конечно, что релиз еще как бы далеко. Я это понимаю, я ему что-то пока не ответил, но мы попытаемся что-то устроить. Потому что я хочу с профессионалом немножко поиграть. Слушайте, его мнение как-то свое высказать, мне кажется, это очень интересно. Потому что он действительно профессионал в свое дело и хочется. Тут может получиться хороший такой секс, давай. Давайте, давайте, нам нужно вперед продвинуться. Что-то мы пока вяло. Мужики отлично играют. Так, давай подальше, подальше мяч. Продолжать владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Мне кажется, забить можно. Нет, это в сайт. Нет, ну он попал в ворот, он попал в боковину. Смотрите, я сейчас покажу. Ну, дай его в сайт. Он в боковину попал, то есть. Дело, даже если бы он попал, то есть все равно тут все не очень. Ну, ну, ну. Смотрите, сегодня выходит Хантер, в последних играх он действовал не особо удачно, но сегодня у него есть шансы справиться. Да, да, именно. Сом-тренера Алекс хорошо работал на тренировках. Такой подход для молодого игрока единственно правильный. И сегодня есть у Алекса шанс показать себя в игре. Ну, блин, он мог отнять мяч. Я вот истанно лезу отнимать, потому что я боевой пацан. Я прыгаю к батлу для меня, я вижу, я везде вижу бой. Это вот очень хорошо было. Так если бы в ворота, вот в ворота был бы, вот смотрите, смотрите, вот летит мячик, летит, летит, лепесток, с запада на восток и летит куда-то в зад. Как-то так. Ну-ка покажи мне. Ууу, как ты умеешь бить. Ой, отнял, отнял, отнял. Он накручивает подписчиков в твиттере. Давай, вакка, вакка, эээ. Передаю. Да, это пытка именно была такая. Чувак, чувак, давай. Давай, о, о, давай, покажи, покажи, как ты... Майор, что это сгл... Удар! Никуда. Удар! Успешно навязал борьбу. О, я не хотел пас. Я вот... Что такое? Я в ворота хотел. Пас. Да, молодец, молодца, молодца, давай. О, черт, нет! Пока не получается у нас нормальная сыгранность какая-то. У нас получается какая-то разрозненность. То есть что-то мяч летит туда-сюда, но какой-то схемы у нас нет. Понимаете? Мы сейчас не схематично играем, мы очень так разрозненность. Это похоже на... На самом деле это было похоже на Battlefield, на бету, Battlefield 1. То есть каждый играет какую-то свою игру. Что было очень печально видеть. То есть люди реально даже не хилили друг друга. То есть настолько это было не командно. То есть раньше вот мы... Я играл Battlefield 4 очень много, и там командные игры... О, хоть отбавляй, даже если люди друг друга не знают. Лечат друг друга. И в Battlefield 1 команды игры, например, не было. Сейчас я говорю так, мы про Battlefield 1, потому что ты играя, и FIFA тоже сделана. И ей, соответственно, у нас... Слышим так. Отнять у него мяч не так-то просто. Отлично сыграно. Сорвус. А, а, а! Какой удар. Молодца! Вот это вот, вот это огонь сейчас забил, мужик. Вот это вот огонь он сделал. Посмотрите, вот это вот. Смотрите, вот я, 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 я защищаю мяч, я защиту, защиту. И давай, и сразу подбивалочкой, и такой, знаете, через, вот через руку. Кстати, вот сейчас вот эти красота-то какая. Вот это вот красота сейчас была. И вратарь такой прыгнул. Со слезами на глазах. Но у него ничего. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Кемин Дебрюин. Агуэр. Знаете, тут момент, кажется, стало скучно. То есть, типа, мы забили. Две минуты. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мне? Я справлюсь. Чувак, чувак, тебя зажмут. Поех. Не, все, что так? Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. В общем-то, именно... В общем-то, один гол мы забили. В общем-то, если так. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после... Посмотрим. Второй тайм. Дождать, ждут на филд-1. Мы будем играть уже 13-го. Кстати, уже 13-го октября. Ранний доступ. Там первые три сюжетки пройдем. И мы в мультиплеере, естественно, будем много играть. И на стримах в прямом опере. Я сейчас редко стрим, потому что стримать у меня много времени. Это немножко другой формат. Сейчас я занят все-таки видео, ребят. Поэтому я знаю, меня сейчас спросят по стриме, это то-другое. Но, к сожалению, возможности у меня сейчас не такие. Ну-ка! Не, ну это понятно было, что я. Пойдем, но понимаете. Вестхем готовится исполнить угловую удар. Вестхем должен готовиться головой бить! Ну, это вообще скучно что-то. Вратар, поймал в руки. Головой должен был сейчас кто-то из наших поработать. Серхио, Серега, давай! Ребят, почему Серега, давай! Нет, Серега, промахнись! Теперь в атаке соперник. Нет, я хотел тому постануть, но это что-то мы долго замашнили. Машна пошла и сразу все как-то поросло по ружняку. Не, ну это было хорошо, конечно. Не, не, мяч отдай! Гондоню, отдай мяч. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Как книгу. Как книгу. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры снова. Отличный чистый отбор. У Бровки тренер вместе с игроком, который должен появиться на поле. Ну так, давай, давайте, ребята. Возможно, в следующей паузе как раз у хозяев будет замена. Это Хантер. Да, да, у него все в порядке с реакцией. Спасибо за такой намек, что типа у меня не в порядке. Беги-беги, да успеешь, можно угловой сделать. Да можно угловой, ну чё? Я не знаю, чего он мог за крученую угловой в принципе. Агуэр перекладывает мяч. Не, все, у меня выдохся. Видите, мигает. Нужен перерыв. Забежать, забежать. Не, не, чё, с угла ты уже... Ты ничего не сделаешь? Он взял под меня, полез. Пидорас, под меня бородач полез. Видите, он мне под жопу головой. Видели? Конечно, пенальти. Желтая каточка. Смотрите, смотрите, сейчас увидите. Он... Ап! Подкат череват нарушением правил. Да, он под меня подкат сделал. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать пол? Очень опасный подкат. Удержать победный счет или его увеличить? Тут разные могут быть тактические варианты. Йокон Тор, новая звезда, восходящая. Ну, ну давай, ну мужик, пробей! Спасает, спасает, спасает народа галкия. Чё так грустно-то? Просто реально чё-то наши очень грустно играют и ноги. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Ну блин, это грамотно ввести мяч в игру, бросить всё в середину поля, придурок. Это наш, просто придурок. Он просто взял мяч куда-то, пульнул в зад и... Снова аут. То в сайт, то аут. Ну доело уже, ребят, ну не играйте. Где играем? Мы в офсайт с вами играем или в футбол? Кемен Дебрюни. Касает. Два километра набегал. Не знаю, плохо или хорошо, если набегал два км. Чувак, давай энергичный, брат. Вот сейчас такой... Девять и три, ребята. И гол при этом, потому что это голевой. Ну теперь все скажут, какое у тренера чутьё. Все-все скажут, как Алис Хантер умеет голевые подавать. Листящее, тотальный футбол действие. Тотальный, тотальный. Да, вот это вот тотальный был. Вот это прям чистейшее. Это вот просто именно чисто, очень красиво так пробито. Как будто колбасу в магазине пробил. Вот так же красиво. Вот так же это и выглядело. Батла, 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 батла. Я знаю, что, ребят, на нашем канале Евгений Русмау любители шутеров. Но надеюсь, что вы игру оцените. Я просто редко в них играю. То есть как бы я шутеры люблю, просто играю редко. То есть естественно, естественно, это выглядит так, как будто типа, не, Евген шутер у нас не мойдет. Евген более чем мойдет, просто. Это именно хобби. У меня вот играть в шутеры, это именно как хобби, понимаете? Ой, ой, побежал ты как на меня, мне стремно стало. О, не, я думал, не мы сейчас будем. Пулинуть надо было. Черт, точность хорошая была. Закончить бы, например, премьер лигу голым с половиной поля. Вот это вот был бы сэкс. Здесь можно было бы сказать. Не прошла эта передача мячу соперникам. Ну, потому что нефиг бросать соперника практически в коленку ему. Отдай! Хорошая игра в отборе, но мяч... Это не в отборе, а он просто играл с ним в Пихалова. Такая тоже игра есть, я только что придумал. Пихалова называется. И сабалетно выносит мяч. Ну-ка. Э, чё, всё? Итак, 2-0, всё, финальный свисток. 2-0, 9,3 мой рейтинг. Я думаю, сейчас я должен получить золото. Смотрите, он идёт такой грустный. Ну да, так и было. Академия футбола. Вестхэм. Йокен Торн. Ну да, он молодец. Смотрите, его вывели, он сразу такой 3 удара. Да, мы хорошо сыграли, ребята. Это всё было круто, красиво, сексуально. Да. Ну так нельзя. Так, нельзя так хорошо играть. Нельзя так хорошо играть. Понимаете, вот тот путь со скамейки запасных до, собственно, вершин футбола. Итак, Алекс, лучший игрок матча. Это была особенная игра или всё равно, что очередной день в офисе? Подписчиков, как я говорил, надо накрутить. Карен, это моя работа. Можно сказать, что поле мой офис. Когда я прожжу на работу, я прожжу побеждать, ставится лучше. Такинограда часть моей работы. Я уже думал о следующем. Просто сбежусь. Давай поговори, поговори. Алекс, вы набрали прекрасную форму. А, почему он так провисает? Стараясь так, я вот. Если честно, я хочу, что я много тащу с собой команды. Ну, мне нравится. Я выступаю, и здорово. Всё так прекрасно получается. Это серьёзно, он тащишь команду, команда лошает. Вы всё, они прекрасно играли в отбор, Алекс. Особенно для форума, что думаете по этому поводу? Я просто хочу, чтобы вы обвините в единоборство. Это часть, который по позиции вы не играли, и я в этом хороший. Спасибо, не за что. Не знаю, куда они довольны с капустом сняты. Пускать великолепно, Алекс. Это будет счастью. 78 тысяч фунтов, да нормально. Ну, дерзкими и минусанет, конечно. Видите, тренер видит, что я такой, знаете. Не нежный, не нежный игрок уже. Уже 1 февраля 2017. Что там? Там через 2 недели For Honor выходит с этой даты. Так, дальше Леснер и Челси. О, боже. Моя спина. У нас, кстати, одного очка не хватает, чтобы быть в топе, а в турнирной, собственно, табличке. Давайте посмотрим, что там в турнирной. Результаты в премьер-лиге. Ну, мы вот на таком месте, видите. Вот, Фолд, Вест, Бромвич, Альберт, Оттенхэм, Ходспур и Миддлсбора. Мы с ними играли с Миддлсбора, они хорошие чуваки. Тренировочка. Мощные такие. Ребята, пацаны. Так, все, поехали? Поехали, рассчитай меня. Рассчитай меня, пожалуйста, за колбасу. Сыр копченый. Блин, сейчас еще занять, сейчас еще кину, блин. В эти карты в запас. Ну, тренировка так себе была, я недоволен. Сегодня не мой день. 200 тысяч, кстати, набрали. Ууу. Роспанский контракт. 200 тысяч подписчиков. Кто там еще? Угадай с первого раза. Та-дам. Как дела, Майкл? Как дела, Майкл? Супер Алекс Хантер. И легенда. Режим, как дела? Мы работаем. А да, разбор игры. Я не надолго. В свое время такого не было даже. Круто, 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 какая, ууу. Тебе какие больше нравятся? Это ключ к максимальному контролю. Бегая революционному, бесшумному, бесшнуровому дизайну бутс. Мяч будет еще ближе к стопе, а точность ударов повысится, как никогда. Контролируйте мяч, который у Тигур, контролируйте все. Это то, что именно будет внушать старость соперника и в виде тимиков заголов. В этих бутсах вы сможете вызвать максимальную скорость. Максимальная скорость. Да! Неплохо. И Айда спросит тебя их носить. Как тебе? Обалдень! Такие бутсы раньше носил, Алекс? Нет, но у всех парни такие. Если вы хотите, респорядки будут немного его сам. Тебе эти не так или иначе нужны, правильно? Абсолютно. Это кооперативное лицо с растопленными раздрями. Ладно, вижу, вы заняты, я пойду. Да, я тебя провожу. На скорости вышел. Крепкий, серьезный форвард. Отважный, как лев. Прекрасно первое касание. 22 гола в сезоне 68-69. В идеале состояния. А меня на все свои остальные карточки не было восемь. Я надеюсь, что не подпишешь, но... Я хочу тебе ее подарить. О, спасибо. Спасибо. По-моему, мой пиджак прокачался, нет? А он ничего, да? А, что, можешь там так сказать, да? Досмотрим диск. Диск, блин, 2016-й какой диск. На флешке все должно быть. Видишь, вот смотри, вон там, смотри, да. Видишь, вот здесь ты играешь как гомосексуалист. Что же, играем? Нет, да? Блин, он только нажал на... С кем мы играем? С Олф Гемптоном? Что-то ожидаемо. Ожидаемо. Они пытаются прорваться выше. А мы пытаемся... Я даже не знаю, что мы пытаемся сделать. Мне кажется, пытаемся выжить в жестоком мире футбола. Кстати, тут можно пропускать матчи, но Татя засчитывается техническое поражение. Мне интересно, что будет, если пропустить все матчи. Наверное, вылечу вообще из футбола с позором. Поздравим Алекса Хантера. У него сегодня есть повод порадоваться. Впервые попал он в состав команды недели в футбол. Для молодого игрока это весомое достижение. Ответили его игру в игровой индустрии. С удовольствием его поздравляем. Это он действительно заслужил. По сети уже гуляет его фотография с большой картонной карточкой игрока футбол. И думаю, Алекс очень доволен собой. Да и карточка такая, дома может пригодиться, кто знает. Дома может пригодиться? Я еще думаю, где? Демплин, скромный, как и сама команда. Но один раз он принимал матч в сборной Англии. Уэмгли был закрыт на реконструкцию. И англичане принимали здесь в Македонию. Да, и надо сказать, что хитролим этот стадион для родоначальников футбола не стал. С македонцами они сыграли в ничью 2-2. Пока у нас какой-то дворовый футбол пошел. У него мяч. Кому он достанется? Лили. Так, хорошо, идем. Тут может что-то получиться. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мимо бьет игру. Посмотрите, как он переживает. Ну, а это горячий, горячий такой ему удар был. Тут прям все в голосе о том, что это премьер-лига, ребят. Лили. Ой, э! Ну, блин, ну это что-то было. Я пытался дальше передать мяч, а он только вблизи его напасовал. Я пытался, я направление стиком показывал, и все равно куда-то не били не туда. Стивен Дэннис, посмотрим за этой атакой. Ну-ка, вводи мяч. Ну, блин, вообще, никто не подхватывает. Меня удивляет просто как наши, мяч не подхватить не пытается. Вратарь наш, вообще, по-моему, какой-то он стоит просто... Я не знаю, как я писать. Вот он чем-то болен. Постыдка. Что происходит? Куда я попал в футбол? Или АЕМ? Иди сюда... Э! Чарли Хостин. Отдай, отдай, отдай. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Обратный пас очень быстро сыгран. О, да. Очень быстро сыгран в руки противника. Стивен Дэннис. Что-то у нас не получается вывести мяч из своей зоны, поэтому мы тут постоянно мучаемся с этим. Мы будем дальше, пока не выведем. Надо вывести. Ну, сколько может тут топтать этот мяч? Просто реально мы топчем, топчем, топчем. Ну, давай уже выводите его, ребята. Мяч отобранный, что дальше? Сейчас забьют нам еще. Потому что, ну, очень опасно, понимаете. А вот такое вот происходит здесь. Это вообще жесть какая-то. Молодцы. Да выводите. Защита, вывод. Алекс Кантер. Дальше передаем. Ну, блин, почему мяч так близко? Эээ, передавай, передавай сюда. Сюда, сюда, сюда. Назад. Назад. Блин, вверх. Ну, ручка ко мне. Молодца. Нет, говно. Сюда. Сюда. А, блин, что? Почему я клячу кому-то другому? Нашим надо клячать, что ли? Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. По-моему, они просто игнорят меня, что я пытаюсь как бы отдать какую-то команду, но... Да. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него. Не, ну, они прям мощная команда, они играют как звери какие-то. Там сторожат мяч, толпятся. Отдай, отдай, отдай. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ну! Попаста передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Ну, просто воду куда-нибудь. Лишь бы не нам. Правильное на самом деле действие. Лишь бы не противнику отдавать. Не, ну, блин, тут очень много вражеских игроков. Очень тяжело играть. Очень тяжело. Задуманно-то было неплохо, но... Ну, куда ты его отдал? Надо бы, ну, почему временами он просто... Почему временовое управление настолько плохое, что просто я не получаю результат, который мне нужен. Реально пролетел. Лиз опять бы, жалко. Я не знаю, как можно играть в игры иначе. Потому что, понимаете, я эмоционирую сильно, как я играю. Я считаю, что человек, который мне выражает эмоции, как в игры играет, я считаю, что человек просто не любит игры. Для меня, у меня в железном вот так все. В голове это. Потому что если человек не орет, как он играет, так значит, ему не нравится. Понимаешь, игра должна пробуждать эмоции, это чувство, мысль в себе. Как и фильмы, как и музыка. То есть, если ты просто слушаешь, знаешь, для меня не существует норм игр. То есть, если мне говорит, человек игра норм, я сразу считаю, так, это не норм игра. Это говнище. Норм, нормально, знаешь, как в английском, для меня слово fine, это синоним с того, что это хероборо. То есть это фигня. То есть должно быть офигенно. То есть ты должен, наверное, получать какой-то прям, не знаю, как будто нарко-трип определенный. Поэтому, когда мне говорят, игра норм, типа можно поиграть. Для меня норм синоним 0 из 10. Норм не должно быть. Должно быть так, что у тебя просто башня. Дмитрий Пае, смотри. Да, давайте пообнимайся. Красиво. Не, ну это да, вот здесь. Это да, мы ждали его всю игру. Ну, как вся второй тайм, время головы. Не знаю, почему у нас как традиция. Второй тайм, время головы. Он, ладно. Добрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Ну, 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 ну. Потерял он мяч, но кому он достанется? Правильно, правильно. Назад, назад передавай. Ну, 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 ты мог его выбить. Зачем ты его загнал? Зачем угол поля? Зачем ты надо будет делать? Ладно, подожду. Мяч будет введен из аута. Просто вот так. Йорди классик. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры сбоку. Пока неплохо. Ну, блин, передай! Тебя загнали в угол! Передай! Но он не знает, куда передавать. Правильно? Решил пробить. Ну, мы бы не пробили, конечно. Вратарь был готов. Вратарь был слишком готов. И здорово читают эту подачу защиты. Да, 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 да. Вратарь готов. Тут пробивать не было. Смысл. Тут очевидная пробивка, очевидная защита. Все слишком было очевидно. Стивен Дэвис. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Димитрий поедет. Сюда? Ну, зачем так далеко? И это должен быть гол! Ну, блин, тут держать кнопку некогда. Как это было? Тут надо было пасовать. Понимаете, держать кнопку будет что-то? Ух, дышаться бы. Воздуха не хватает, ребята. Слишком накал страстей большой. Хотел сделать футболисту рывок, но поторопился. А че? А, в сайд. В сайд, в сайд, в сайд, в сайд. Это заросшие чуваки, блин. Я хотел на игромерах, это заросшие. Как заросшие, ты выглядишь, как ты знаешь, там, посерьезнее, посолиднее. Йорди Класси. Ну-ка. Какой-то, знаете, между собой. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперников. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мячах. И вот процент владения мячом нам показано. Забей! Нет. Нет, с такими ударами забить вряд ли удастся. Ну, можно было сильнее ударить. Все, удары. Туда! Отличный пас в разрез. Отличный удар. Ну, он просто прыгнул под него. Угловой разыгрывают футболисты в СМ. Тактическая замена от одного из тренеров. В усилении их играть сейчас явно не нужно. Вот это удар! И справляется вратарь с этим ударом. Такое. Ну-ка, давай отправь мяч обратно к братца. Запрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Ну, а что они такие лонг пасы делают? Ну, зачем? Зачем нужно делать вот такие вот выкрутасы? Кому это надо? То есть, естественно, никто это не поймает, кроме противника. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судей. Ой! Не успел. Я на мяч смотрел, все у меня красное слилось перед глазами. Красное, а не красный мяч. Он будет думать, что он будет думать. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Чувак, беги! Димка, Димка, давай, ты вас мойдешь! Не-не, хорошо было, на самом деле. Вот это хорошее было. Мне кажется, сейчас можно, конечно, уже было. Я решил добавить 3 минуты. Как сейчас красиво-то забить было. Ой, не, все-все-все. Все, это было просто. Здесь же ничего, забиваться, естественно, не будет. Все, это за конец матча. Забиваться сейчас ничего, Нишинки, не будет здесь. Да, все, как я и сказал. Здесь можно было бы, если бы мне попался мяч, то гол был бы возможен. Но нет. Игра с нападочной, это не только голы, тебе нужно поработать над коротким передачей. Чего ты пристаешь с коротким передачей? Просто противник стал, блин, нарвать и метать. Но мы победили, это главное. Очко свое там взяли, ребята? Это все-таки вещь такая, знаете. Очко дают не каждый день. Только ты побеждаешь. По сути, мы ни одного матча не проигрывали, нет? По-моему, только один. А, только один раз мы проиграли. Весткам побеждает, жду даже свящей головы противостояния. Блин, я жду, как они сыграют друг против друга. Вот это вот будет. Такой, знаете, секс-матч просто. Вот это вот будет жесть. Как они друг против друга начнут. Блин, не хочу, я... Можно... О, ладно, все, придется. Я не хотел, я хотел симуляцию. Лол, пробили. Мы с разных сторон пытаемся это сделать. Ой, высоко. Штанга. Блин, опять передержал. Тут с кнопкой B очень трудно работать. Повтор. Я думаю, я могу лучше. Чем больше бьем, тем лучше. Пока мы играем, по-моему, в какой-то другой вид футбола, когда мяч ловят руками. Мяч летел. Скользнулся об руку. Понимаешь, что надо сбить мишень? Но это проще сказать, чем сделать. Перебор. Перебор. Недобор. Ну, ну что... А, ладно, можно пропустить? Я настолько не люблю это все. Создание моментов. Все, пошли. Моменты я умею создавать. А где тут создать моменты, ло? Где? Где? Такой момент создавать. Ай! Ну ты как? Тяжело за несколько игроков на самом деле играть. Больше чем. Заодно у меня как-то реально привычнее. Ой, ну... Чувствую, меня понизит до запаса. Ну, а не, это вообще плохо. Очень много. Но! Но, 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 но! Не люблю эти... Не люблю симуляции. Чего целую минуту этого дерьма? Ну, не успел ударить. Не получается. Да я один попробую. Ну! Что-то меня злить уже начинает. Давай! Ты просто нереально не успеваешь разогнаться и передать и хуять и так далее. Реально просто не успеваешь. Все происходит очень быстро. Взад, взад его бичом. Не знаю, что я делаю. Головой! Чувствую, опять F дадут. Не, ну это легкий мерь. Это вообще не знаю, что сейчас было. Не, это просто я в пах ему стрелил мечом. F, ну я продолжу. Ну, пофиг, запасы запасы. Что-то не знаю. Рассчитали бы, все было хорошо. Все, ну ладно. Мы до сих пор в стартом. Это нас устраивает. Мы так и хотели. Да уже, блин, West Brom. Как же будет мяч на липучке? Да, я знаю. Мяч прилипает ко мне, как грязь. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Видимся мы в следующей серии. Всем пока. До скорой.